Неравная борьба. Проблема распространения ВИЧ-инфекции остается актуальной для всего мирового сообщества, в том числе и для нашей страны. По данным статистики, до 2020 года в России зафиксировано около 900 тысяч человек с положительным статусом ВИЧ. Население России составляет более 146 миллионов человек. Из них живут с ВИЧ около 900 тысяч. Каждый час в России заражается 9 человек. Такова неутешительная статистика. ВИЧ-инфекция не распространяется по воздуху. Невозможно заразиться через рукопожатие, при объятиях, через пот или слезы, при кашле и чихании, при использовании общей посуды, постельного белья, предметов гигиены. Распространение идет половым путем, парентеральным через кровь или вертикальным от матери к ребенку. Я всем предлагаю лечение. Всем. Я так и объясняю, что с ВИЧ-инфекцией можно жить так же, как живут с сахарным диабетом, так же, как живут с гипертонической болезнью. Там только надо принимать таблетки. Каждый день принимать таблетки. И тогда вот эта проблема, она решаемая. Когда наши пациенты принимают лекарственные препараты, они перестают быть источниками инфекции. Что мы добиваемся нашим лечением? Мы добиваемся того, что вируса становится настолько мало в организме, что человек уже этот вирус не выделяет. То есть, те, кто находится на лечении, они у нас социально не опасны. Провериться на все инфекции можно в консультативно-диагностическом кабинете по профилактике инфекционных заболеваний и СПИДа. Гарантирована полная анонимность. В случае обнаружения инфекции с каждым пациентом ведется отдельная работа. Однако в такой ситуации больше всех может помочь врач-психолог. Вот это большая проблема, потому что такой врач должен быть. Обязательно должен быть врач-психолог. Причем это должен быть обученный специалист. Не кто попал с улицы, а человек, который прошел специальное обучение по работе с такими пациентами. Это очень сложная категория пациентов. И вот так вот должен быть человек подготовлен. Я об этом говорю, но почему-то вот как-то еще пока об этом меня плохо слышат. Может быть, потому что считают, что мы тут сами справляемся с этой проблемой. Но это не совсем правильно. Вирус гепатита С также передается через кровь. Однако вылечить это инфекционное заболевание можно уже сегодня. Мы сейчас успешно лечим гепатит С. У нас сейчас есть препараты, которые позволяют вылечить гепатит С. Другое дело, что препараты это дорогостоящее. И может быть, у нас нет возможности вылечить всех. Хотя к этому, конечно, надо стремиться. К этому надо стремиться. И даже в программе нашей развития мы хотим в планах сделать территорию нашего округа свободную от вирусного гепатита С, по крайней мере, потому что есть эффективные препараты. Что касается гепатита В, то он поддается лечению. Однако до конца избавиться от недуга пока невозможно. Гепатит В встречается реже. Но вот сейчас на фоне лечения гепатита С, гепатит В у нас тоже становится такой достаточно серьезной проблемой. У нас есть препараты, которые сдерживают развитие гепатита В. Препараты, которые не дают этому заболеванию переходить в более тяжелую стадию. Но, к сожалению, у нас еще нет таких полноценных препаратов для вылечивания, как при гепатите С. Но, тем не менее, у нас есть возможность это заболевание контролировать. От инфекционных болезней никто не застрахован. Из-за недостатка информации диагноз часто воспринимается как приговор. Возникает растерянность боясь за свое будущее. Появляется страх потерять семью и работу. Чтобы с этим справиться, требуется поддержка. Но не все могут просить о помощи близких людей. Единый консультационный центр функционирует в круглосуточном режиме. По телефону, номер которого вы видите на своих экранах, любой желающий может получить консультацию по всем интересующим вопросам.